В Берлине, да, в Берлине, еще стена была, да? Да. Уезжал я, стена была, вернулся через 6 месяцев, а стены тут же и нет. Слава Богу. Да. А это было цветочки, потому что первое, с чего началось, что два вагона этих лондонских отцепили где-то там в Голландии, прицепили. В общем, в итоге мы оказались в заброшенный какой-то городок Хукванхолланд в Голландии. Да, просто одна улица, один порт, больше ничего нет. И все, что мы увидели, там человек 10, может быть, вышел из вагона, это как этот паром уже отплывает. Вместе с вами, естественно. Нет, конечно. На 2 часа вагон задержался, и он подождал часик, и уплыл, и все. И мы там кукунем в этом порту в шоке следующий через 12 часов. Ну ладно. Дальше все хорошо, все замечательно. И вот первое впечатление от Лондона просто у меня в глазах. Друзья встречают на вокзале Виктория. Все прекрасно, замечательно. Едем, хорошо. А они только-только купили дом. Вот буквально еще не вся мебель расставлена, не все коробки распакованы. И это будний день. Ну, вечером посидели, с дороги, все, подарки. Утром они уже на работу. И говорят, ну, вечером, пока, ходи гуляй, что-нибудь делай. И я вижу, что когда заносили мебель рабочие, то на лестницу на второй этаж, такая слепительно-белоснежная древесина, значит, покрашенная там, отбили куски краски. Я думаю, ну, что же я целый день буду лодыря валять. А в дом напротив я вижу, что двое рабочих с утра зашли, переоделись. И делать как не трянуть. Я думаю, ну, я сейчас пойду у них краску попрошу. Говорю, как же она у них есть. И вот я, значит, надеваясь, я взял генеральскую фуражку такую. У меня такая борода была. Как у купца у русского, такая черная, окладистая. Значит, кошмирет. То я захожу на стремянке, высоченной, значит, в центральном зале, где-то там под потолком, на высоте метра четыре, стоит один рабочий что-то там делает. Они все в краске. Второй внизу. Я говорю, good morning. Они смотрят. Good morning. Я говорю, will you be so kind to give me a little bit of white paint? То есть я сказал, не будете ли вы так добры, дать мне немножко белой краски? Как только я договорил, то есть для них это было так удивительно, что просто пришел инопланетянин и попросил белую краску там покрасить звездолет. И этот с грохотом уронил от удивления ведро с белой краски и попал на своего друга. И вот, значит, он весь в этой краске, краска течет. Этот на него орет, не переводил бы, жалел. Я думаю, господи, неужели это я все натворил? И так все хорошо начиналось. Такие, давай серьезно. Значит, этот ушел куда-то там отмываться, этот спустился, хохочет до слез. Говорит, еще раз, вам нужно немножко белой краски? Я говорю, да. Значит, он остатки из этого ведра в какую-то баночку такую исподкили. И нас, я говорю, да, мы очень довольны. И нас, и у камень. Ну и все, значит, я пошел, покрасил все это. Вторая, как бы, сцена была, когда пришли мои друзья с работы, приехали. Я говорю, осторожно, он здесь покрашен, значит, вот высохнет тогда. Они говорят, а где-то краску взял? И я им за ужин рассказал всю эту историю. Значит, они не просто хохотали. Они потом пересказывали каждую себя на работе, что приехал русский, и такой ученик. У меня это устал. Человек-комлегент. Да, когда вы меня спрашивали, чем вы отличаетесь от британцев, я говорю, вот три кита, на которых стоит Британия и Россия. Британия – это разум, логика и закон. Россия – все наоборот. Не требуется. Поэтому диаметрально противоположная. Но пробиться к ним можно. Если ты с проповедью культуры добра и уважения к их культуре, к их культуре, то открываются тебе всесторонние, и ты себя не чувствуешь ни чужаком, ничего. Но есть только не старые англичанки, которые у нас выжили из дома. За то, что мой сынок Шалапут водит за собой ватаги этих англичан. Он самый талантливый, самый умный. И без него просто всем скучно. Появляется Диамид Бурляев, и все расцветает, вся поляна. И они в «Магнетушители» поиграли в «Харуину». Нас буквально эти старухи в том чудесном брумпарке, о котором я так поэтично пишу, нас сожрали эти пираньи с потрохами. Мы оттуда бежали из этого роскошного. Потому что там дом старых англичанок. А тут с огнетушителями в новой игры. Юа Раша, как она моей жене говорила. Юа Раша, причем это «Раша» было сказано так, что, понимаешь, с такой подковыркой и с таким унижением. Моя жена, вот если бы сейчас ей эта старуха сказала, она бы разбалзала, как тот маляр эту краску. Но тогда мы еще были, понимаешь, на рабочей визе. И мы не могли, понимаешь. А сейчас мы живем в своей квартире, правда, взятой на мокич. Она своя, я могу вбивать. Причем не просто, а мы фрихол. Нам еще платят шести человекам в конце года еще аренду. Все, кто там проживает, вот так. То есть мы еще и получаем еще от этих проживок, как хозяева. А, я понял. Там шесть человек еще проживают? Шесть человек хозяев фрихол, владивающих правов. А остальные там сборы по соседке всякие. Очень демократичный дом, чем он и хороший. То есть никаких старых англичанок нет. И никто нас не принял. И Олимпиаду смотрел из балкона моего дома. Потому что в Хэптон-Корте она стартовала. Этот потрясающий Уэдли, который обогнал немца на минуту. И он вот здесь от него оторвался. Ну, я это все видел. Все это снимал, собственно, было. Потому что по Кингстону, по главной, Лондон-Роуд, по этой дороге к центру, мимо, там старт в Хэптон-Корте, в Эдвард-Цы. Они с помоста съезжают и погнали через мой Кингстон. Мне не надо было никуда ходить. Бегутные велосипедисты, велосипедистки, все вот вокруг нашего дома. Вот, Олимпиада была, конечно, потрясающая. Я понял, что такое волонтер. Что такое бескорыстное служение, бесплатное служение обществу. Вот пусть Путин соберет волонтеров здесь на Олимпиаду. Кто? Мы посмотрим. Вот мы и посмотрим. Какой могу. Мужик приходит к врачу, ну и что-то говорит ему. Вот, врач, ну, тоже, наконец. Нет, пациент, и вы же бы послушайте. Ну, вы же принимали клятву Гиппократа. Давали клятву, клятву. Давали клятву, да, не принимали, а давали. Клятву Гиппократа, когда учились в медицинской академии. Врач говорит, ну, знаете, я, ну, что, принимал, когда учился. Да, 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 я плохо поддавал, что, да. Лондон, большая деревня, так называется стих. Написан он 16-го, 1-го, 6-го года. Ты лучший из всех земных столиц. Могущество былого не теряешь. Склоняемся мы пред тобой и ниц. Ты же равнодушно это принимаешь. Деревня, но какой в тебе уют. В домишках вписанных в зеленую оправу, Где розы аромат свой нежный льют. Ты парками не зря снискала славу. Твой деревенский воздух напоен благоуханием морей окрестных. Я их ветрами так же освежен, как и чертами девушек приветствую. Сейчас я несколько прочту, и ты споешь. Январская тема. Сонет, 20-го, 1-го, 8-го года. Сонет. В моей Москве 7 градусов мороза, А в Лондоне сегодня 10 плюс. И вечер тих, и небосвод, как роза, Но черное, сравнения не боюсь. Калышет ветер фотоморгану ночи, Огни домов вдоль темзы фонари, И тишина фантазии пророчит, Что вновь играть мне в рифмы до золи. Люблю я ночи в Ричвенде прекрасном, И каравелл минутный интервал, Сиянье звезд на небосводе ясном, Чтоб аромат морской благоухал. Века прошли, я наблюдаю мир, Тот самый, где творил Вильям Шекспир. О, да. Здорово. Еще одно. Восход над Темзой, 24-го, 1-го, 7-го. Как фуга Баха с вышины, Торжественно стекает нега, Уходят утренние сны, Исчезли Орион и Вега. С востока, озаряя даль, Восходит золотой багрянец, И в сердце радость, не печаль. Реки спокоен серый глянец, И чайки чертят над водой Своей изящной и курсивой, И афродитой молодой Душа поет любви мотивы. Таков над Темзой восход. Леса залюбовались утром, И просыпается народ, Любуясь небо перламутром. Отвечай, к барьеру. Отвечай. После этого? А ты должен быть готов В любую секунду. Ты не растворяйся, Ты включайся. Вот идет по свету человек-чудак, Сам сидит печально улыбаясь, В голове его какой-нибудь пустяк, Сердце вечно что-нибудь не так. Приходит время, С юга птицы прилетают, С неголы и горы тают, И не до сна приходит время. Люди головы теряют, И это время Называется весна. Сколько сердца воли долом не лечит, Все равно сплошные перебои. Сколько головой об стенку не стучит, Не помудут лучшие врачи. Приходит время, С юга птицы прилетают, С неголы и горы тают, И не до сна приходит время. С юга птицы прилетают, Люди головы теряют, Люди головы теряют. Там сейчас как в растрас горит осень, На погоду ты без всяких докторов, Снова будешь весел и здоров. Приходит время, Снегопытцы прилетают, Снеговые горы тают, И не до сна приходит время. Люди головы теряют, И это время Называется веса. Браво! Какой мужской хор у нас сегодня сложился! Ну так я к весне пошел. Я пошел к весне. Я полгода назад, Примерно 12 апреля,